Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Как-то так складывается, что все мои клиенты это або таксисты, або молодые парни, которые не имеют финансовых остатков и переселиваются на авто на литовскую регистрацию. Або такие вот люди, как сегодняшний клиент, сельские трудари, работники, которые ездят на «Жигулях». И даже постоянно монетирую практику судов по статье 130. Мне интересно, как суды, принимающие решения, из чего выходят. Но не встречал я, честно, ни одного «Лексуса» и «Мерседеса». Або люди статусные, ну, мают такие автовки, они не порушуют и не ездят пьяные за кермом. Або что-то другое. Мы тоже знаем, например, батальон «Чайки». Мы готуем материал, будет такой достаточно цикавый. Я думаю, что те, кто нас смотрит с Юрием Ларченко, вы знаете, что мы можем удивлять. И поверьте мне, батальон «Чайки» вы будете очень-очень удивлены. Поэтому, друзья, не делайте причастных висновок. И жоден из моих клиентов не был признан судом винным. Две справи у нас находятся покише в апелляции. Еще мы крапку не ставим. Теж обидви таки достаточно цикавые. Особенно справа в Макарьевском суде, яка разглядалась. Теж мы по ней пройдемся трошечки сгодом, мы завершим апелляцию. И независимо от результатов, что выиграем, что выиграем, мы обовязково поведомим. А так, даже у 20 человек, 18 визнанных судом не винуватимы. Поэтому не нужно винувачивать меня в том, что я отмазаю пьяных водителей. Кроме того, повторю, адвокат – это человек, который защищает права и интересы людей. В первую очередь, людей. Независимо от того, что злочинец, хабарник. Лекарь, друзья, ликуют абсолютно всех. Если даже это убийца и он будет потребовать медицинской помощи, я думаю, что жоден лекар не отмолит. Поэтому, в некоторой мере, я провожу параллель в работе адвоката с лекарем. Для нас не має бути важливо, что за особа перед нами. Мы працюем на права и законный интерес. Мы працюем для закону, для защиту законных прав. Поэтому я прошу на это обратить внимание. Не винувачивайте адвокатов никогда в том, что они защищают того или иного клиента. И никогда не отутожнювайте адвоката с его клиентом. Мы просто делаем свою работу. Кто-то працюет с полицией, кто-то в другом галузе. Я, взагалом, занимаюсь земельными питаниями и питаниями нерухомостей. Полиция – это исключительно спортивный интерес. Я нагадаю, что все полицейские могут поддякувать Бондаренко Дмитру Борисовичу за то, что он в мене цей интерес развинув. Поэтому, друзья, смотрим короткие видео с знакомыми с товарищами и полицейскими. И мы обещаем эту историю выяснивать дальше. Подписываемся на канал, коментуем, высловируем свои думки. Не соромтесь, единственное, что все мое быть в рамках выхованостей. Спасибо, друзья, всем за увагу. До новых встреч. – Добрый вечер. – Можаю здоровья. – Я знаю, кто. – Откуда? – Нема ясности. – Ви до кого? – Значит, ситуация. 14 листопада ГРПП остановила Седоренко водителя, начало транспортную заседу. Хочу ознайомиться с материалами, потому что материалы неизвестны. – А вы есть знакомым представником? – Есть, стеной. – Договьер за вас? – Ну, не договьер, ордер. – Повноважение подтверждает этот ордер. – 14 часа. – Просто материал этого часа нема ни в суде, ни в Стовичанскому, ни в Тарасчанскому. Вчера я был в Стовичанскому, я питал, а сегодня в Тарасчанскому нема. Там копиял такая, что не можно ничего разобрать. – Сейчас, посмотрите, Седоренко. – Седоренко, сейчас я вам обслужу. – Если вы можете, я меня побачиваю, я подивлюсь. – Так, здесь, извините, Седоренко. – Седоренко, сейчас я вам обслужу. – Если вы не передавались, мне сфотографировать нормальный протокол, потому что вот такая коробка. – Сейчас, секунду. – Давайте. – Нет. – Ну, видите, это не то, что я раз. – Мы с тобой угляли, с тобой угодили? – Чё? – Мы с тобой угляли с тобой угодили? – Да, мы не могли не ездить. – Это мы угодили сай. – Айё, блять! – Айё, блять! – Ну, мы чуть гадили, что она натикает. – Так получилось. – Девять. – Девять. – На каком суде? – В Тарасчанском же питал? – Не, мы с Тарасчанском. – С Тарасчанском я не могу, я смотрю на направленное место. – На месте регистрации, по месту зупинки. – По месту регистрации? – По месту регистрации, его направили, его регистрации, проживание месте. – Уже направили? – Ну да. Я до працивницы только что звонил, просто я ему питал, на ней говорю, «Чи направили». Она говорит, дома керей, что на другой день направили поштою. У нас его, каже, нет. – Хорошо. Я еще блокадский запись сейчас напишу. – А? – Мне еще требует блокадский запись кому-то передать из вас. – Может, передать из вас дело вот. Короче, сегодня скороченный рабочий день. – В дешевках я ему подпись поставил, там передавайте его куда хотите. – Угу. – У меня начальник кто вас? – Шевчук, Италий Петрович. – Угу, начальник какого? – Начальник Ставичинского ВП? – Да. – Да. – Не думаю, если придется с Тавичаном ознакомиться, бачите. – В каком сенсии связи с этим? – Ну, подполковник полиции. – Шевчуку. – Шевчуку. – Шевчуку надо было загринаться. – Италий Шевчуку. – По правильных нормам. – Суфчику, да? – В РП. – Ну и что, так что ж, ну, если верить в моему клиенту, то там, конечно, предыдущая, должна быть немного по 5, чтобы работать. – Ну, вы знаете, если всем гражданам верить, то никто же не виноват. – Я даже не говорю. – Да, я тоже не виноват. – Да, я тоже не виноват. – Ни кто же не виноват, и все же говорят, все же классно. – Ни один человек… – У меня 17-130 за два месяца явил, но пока оказывается, что правильный руководитель. Не знаю, как это полетонится. – Да. – Да. – Да. – Ни один злотящий не поднял руку и не сказал, что я украл. – Почему? – Ну, так оно и есть, как показывает практика. Только нет доказаний, нет смысла на человека там говорить, винить ее в чем-то. Ну и же так, как его действовали. – Это запись с приводом чего? – Значит, мне интересно, из каких представителей укрывал его транспортный заседь и по причинам зупинки. Чего я его зупинял. – А, ну просто видно, чтобы надали, правильно? – Да, и все, и все. Если ничего не надо, пока. – В этом адресе существует кожито? – А тут на фирменном бланке тут все есть. – Ага, и все. – Ну, напомню, я просто начальник пишу, 5 дней у нас на доказательство дается. – Близкие. – Не знаю, что там за рак? – Коля, не знаю, у них там ремонт, пришлось ходить через фирменный злоумадян в архив. – Это обычная, это обычная. – Это обычная. – Злышит. – Может, мы не разбили, но санза… – У нас с вашей шар, санза. – Санза на санза на санза взбили, – Это… По-другому? – Хоть и он много свеча на собесной, а кто переродил. – Ага, все, разъемо. – Как вас знат, чтобы я узнал кому-то давно? – Попович Микоа Андрюевович. – Это у нас. инспектор червовой все, свято у нас